Че ребятки, мы добрались, мы не верили, а мы здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Может оно и к лучшему, в общем мы летим в Норвегию, сейчас в Киеве, поздали на свой самолёт и идём покупать новые билеты. У нас здесь время до 6 утра, чтобы добраться до Варшавы, до аэропорта. Поэтому если у нас ничего не получится, я не знаю. Первые приключения начались. Да, да. С почином, Димон. Три побыть и мы... Один билет, что предыдущие 4. Так, да, по цене я вышел. Ну чё, просто некуда. Погнали, рюкзак ещё взвесимый. Погнали, рюкзак. Погнали, рюкзак. Погнали, рюкзак. Погнали, рюкзак. Погнали, рюкзак. Что касаетсяวกовштабques, 28, 12. 20 злотых много? 63,380 злотых 130 долларов. А, ну, бля, так ни хераси. Где-то 20 долларов. Оооо, ooo. Пользимся в тачку. На, давай. Давайте садимся. Я на первый раз подошел. А, ты нового надоел. Гапа, я нормально? Вообще много таких непонятных красивых зданий, и дело на значение в них не узнаем. Павла скульптурой, но... Даже не знаю, что бы это значило. Ай, простите... Ты канал Тома выложил? Да, мы пришли в группу в здание, и спрашивали, что мы на канал, мне в этот канал... Где-то... ... 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 пятнадцать минут заканчивается как вы поняли то мы снова проебались лошады блядь и выщет реконтар его короче мы сейчас ищем автобус до другого аэропорта и по дороге мужа купили билеты новые но блин это капец еще ко всему плюс не распланированы расходы но зато весело доброе утвичка йоу каждый день я йоу каждый день я проёбываю самолет да дима короче мы ходим и пытаемся снять велики чтобы поехать в магазин пошли там и сзади детская площадка где учат детей кататься на великах и говорит эти нам велики говорит у нас только детские либо мотоциклы но нужны права короче права есть и правах есть поэтому сейчас будем пробовать пойти вызвания чтобы нам дали в аэропорту два велика или 355 максимум на один садишься один в руках везешь подружай блин думали с автомата набрать но жмем кнопку и никто не отвечает должен ли отвечать натискнуть на сумку на сухом нас на слуху система автоматичная информация подай вина новичка на звешь по если у номер телефона короче вышли мы с аэропорта в поиска супермаркета с андрюхой спрашиваем одно нужно было пилять 5 километров 5 километров до спрашиваю одной женщины так вообще не хотят ответила туда идем-идем идет встреча другая женщина вы не туда идете пишите я вас отведу и мы пока минут 20 членом она рассказывала что тут было при царе там при войне бункеры показал коржем сам перед перед перехоронили декорщину экскурсию провела вообще мы знаем где бункер здесь если кому-то на будет переночевать с этим бункер недорого вот и в общем показал где супер-маркет мы почти уже пришли посмотрим что такое большое супер-маркет понимание пошел вообще такой постовок тихий тихий тут можно людей снимать не вызвать подозрений я бабушка бабушка у меня пнула алабама друзья мы прилетели в норвегию 4 конечно же мы прилетели но прилетели мы не туда как так получается это просто пиздец и так ребятки наконец-то появилась пару минут свободного времени чтобы в нашем плотном нашим плотном раке чтобы объясниться что в нашей жизни происходило за эти последние сутки в общем мы опоздали на первый самолет в киеве это невозможно мы приехали есть за пять минут тупо закрыли гейт и нас не пустили вот и нам пришлось брать билеты уже на другой самолет чтобы добраться до варшавы потому что утром у нас уже будут второй самолет в осво мы купили новые билеты за три дорого но что деваться не было куда и отступать мы не собирались по приезду варшаву нас встретил друг мы поехали тусоваться смотрели город кушали и он забрал нас на ночлег себе и самород самолет нас был очень рано в 6 часов уже вылет был и мы встали в 4 утра уже думаю все точно не проебем самолет мы были уверены мы были уверены мы приехали даже вовремя все складывалось как на дом и там вообще и мы нормально себя чувствовали прошли заходим и на того не видим нашего самолета вообще никак стоим тупим ничего не понимаем подходим информацию спрашиваем хамат открывается 6 утра кстати а до информации открываться 6 утра но мы нашли какой-то по всему аэропорту ходили и нашли одну женщину которая сидела в такой же будочки на горит так вы не в тот аэропорт приехали мы как не в тот аэропорт это же варшава 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 аэропорта аэропорт короче мы понимаем что мы за 15 минут не успеваем любом случае никогда ехать потому что за 50 километров и больше надо было ехать вот этого мужчине туда и перелетели не повторяйте даже планируйте свои путешествия да лучше чем мы лучше заранее не за два дня до короче перекладными способами мы добрались на автобусе до нужного аэропорта по дороге купили билеты на новый самолет опять же при дорого и метели-летели-летели-летели а нам нужно было во свои и по карте понимаю что самолет садится а мы нифига не вас вам покажу скрин куда нас приземлили и вы такие хереваем чего где мы но ребят посмотрите вообще как тут прикольно смотрите ребят какая машинка просто мы зашли на территорию ребят спросили они додемонтируют американские тачки хобби это вы посмотрите просто какие махины только посмотрите ребят какая тачка 69 год смотрите вообще бьюит вот это конечно да она выглядит вообще как будто с музея в общем в принципе нас закинули хотя бы в нужную сторону и мы сейчас в норвегии не важно вообще где красиво где красиво тепло посреди мы в футболках мы набрали с собой кучу вещей теплых потому что думали тут будет холодно капец ну конечно конечно ночью посмотрим как будет и мы будем выдвигаться сейчас на север к языку тролля на задача добраться до города закупиться вещами нужными и вперед так что пожелать нам удачи мы уже в принципе вышли на прямую к нашей цели скидывайте деньги ребята это дорогие скидывайте деньги и и и и и и и и и добрались мы до города штейн если я правильно звал и ходим гуляем ищем магазин как-нибудь чтобы был открыт и оказывается здесь сейчас праздники и вообще до вторника все закрыто и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, это чей-то дом Доброе утро, ребята Доброе утро Мы пережили эту ночь Вот в таком лесу Там озеро такое большое Недорова Сегодня мы ночевали в отеле В придорожном отеле В Норвегии просто Сейчас там покажу Вон там он находится Сейчас мы решили утром умываться И вот наша ванная Я не знаю, как выглядит Как выглядит Вот такой вот у нас автостоп Машин почти нету Но мы не унываем Потому что только утро А вчера был праздник А это Димон Он первый раз вообще автостопит И первый раз в Норвегии Итак, что такое Норвегия В двух словах Это красивые виды на горы Хорошие дороги И улыбчивые люди Все едут, реально махают Помогают, общаются Ой, ребят, очень круто Поэтому сегодня вообще Такой best, best day И погодка суперская Вообще солнышко светит И жарко Димон, на тебе как? А что будет вечером? Отлично Первый раз Вообще идеально Страшно, конечно, но... А еще Норвегия Это страна бесконечных туннелей Есть прямые, надводные Винтовые, которые поднимаются вверх Но самое классное Это тот вид, который открывается После туннеля Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такой город, который уже практически контрольная точка Перед отправлением Вон в те вершины гор Ну, либо в те... Нам вообще не важно, куда идти Осталось самое мало Да, осталось 22 километра в гору И километр 30 еще по дороге до следующего города Сейчас у нас задача найти Wi-Fi И найти Андрюху Потому что он, ну, где-то в Норвегии Где именно, мы не знаем Да Он едет сюда, как бы... И мы его должны найти Может, он уже поднялся на 22 километра вверх И спустился обратно и ждет нас Говорит, ложки... И на самом деле, мы договорились встретиться У нас есть пару точек, где мы собираемся Вот, и мы пойдем его сейчас искать Мы сюда и шли к тебе, да? Ну, я в машине заряжался Просто трошки ездить Процентом 80 километров Че, ребятки? Мы добрались Мы не верили? А мы здесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, хоть видно так, привет Больше звезда Больше ничего не видно Короче, ребят, топаем мы Говорит, топаем мы В ночи И языку тролля Это точно, блядь Да Дорога была пиздец Сейчас немножко получше Все, снегу Привет, ребят Вы не поверите Но это, блин Одно из самых больших чувств Удовольствия Практически утром на миллион Да не практически утром на миллион Я, правда, выходил И что, опять замерз Но, ребят, вы только посмотрите На эту красоту Ради этого вообще Расстоило Идти всю ночь И перебаривать себя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Пацаны, надо брать Что, ребятки, хочется сказать Мы сидим и просто не верим своим глазам Что это происходит И это реальная картинка Я тебя ущипнул Я даже в ущипание не верю Что это происходит Картинка вообще нереальная Ну вот, ребятки Мы наконец-то и добрались И только посмотрите Какая тут красота Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пришли Есть? Офигенно Пришли, ножками подрыгали И пора уходить А вот минусы Всех туристических мест популярных Даже не в сезон Смотрите, сколько людей ждет очереди Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас самолет через 7-8 часов, а мы застряли в самом крайнем городе севера. И сейчас, поскольку идут праздники, то ни автобуса, ни магазины, ничего абсолютно не работает. У нас нет ни еды, ни воды. Но с водой, слава богу, тут можно и так набрать. А вот с трансфером все очень туго. И мы сегодня целую ночь шли, пытались стопить, уже вышли за город, прошли два поселка. Но, блин, никого вообще нету, чтобы даже подвезти нас. Мы уже пытались заплатить, вызвать такси. Но такси на расстоянии 250 километров в Норвегии стоит порядка 1000 долларов. Не знаю. Норвежцы говорят, что это цена окей. Но я думаю, что это не окей. Тем более в моей ситуации. Если я не успею на самолет, мне придется снова покупать два билета. И по датам там вообще не совпадает ничего. Так что вот такая вот беда. Сейчас будем пробовать пытаться добраться хоть до какого-то города. Ближайшего, откуда ходят другие поезда. Поезда и автобусы. И попытаться успеть. Ну, по-любому должны успеть. Потому что одеваться нам некуда. Ладно, передаю привет. Увидимся позже. А пока просто покажу. Смотрите, какая тут красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, пора прощаться. Спасибо, Норвежия, за все классные моменты. Мы уже в аэропорту в нужном. Самолет скоро будет. И нам нужно пройти таможенный контроль. Вот такая вот эта вещь. Надеюсь, это будет быстро. Наконец-то я успел. У нас самолет. Статая попытка. Все, что обгодел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Понятно. Не удавшийся отзыва о путешествии. Скучно говорит ехать. Так, а вы что скажете? Верните меня в Норвегию. Вернувшись в Норвегию. Быстро. Быстро. Супер. Я как раз шапку забыл. Возвращаемся. Окей, ребятки. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал. И ждите следующих видео. Да, кстати, вы можете поехать с нами. Напишите, если вы знаете классные места или классные локации до съемки. Мы с них снимем. Вот. Все, пока. Евгений, что вас смутило? Вот как, может, стоит бензин дешевле воды? Норвегия, ты что? Вода по всюду, блин. А она в три раза дороже, чем бензин. Продолжение следует.